heavy metal сегодня суббота стою на так стопе купил себе вот такие ключи за 25 долларов езжу уже три месяца на драке у меня нет ни одного ключа начал датчик пищать то что садятся аккумуляторы и начальник попросил посмотреть затянуты ли клеммы думаю конечно не затянуты но ему не откажешь чтобы посмотреть клеммы нужно вот открутить болты которые на ступеньках там очень скудный выбор на трекспе инструментов я думаю эти должны подойти ко всему попробую но итог такой то что они не могут открутить они чересчур сильно затянуты здесь нужно головкой откручивать эти просто слизываются ключи на самом деле такого себе качества за 25 долларов 3 ключа я думал они должны быть максимально качестве но нет но мой словар тип будет он там мужик напротив развел себе костер жарит что-то на сковородке когда-нибудь я наверно тоже так заморочусь вызвал себе сейчас такси в зал прям за одну секунду нашелся причем ему еще ехать получается еще больше чем самопоездка будет джип широкий походу тут с работы напрягу таксиста у меня трейлер весь в сумках уже выставил все мороженое у меня морозилка морозит но недостаточно чтобы мороженое было твердым я думаю ну может ночью будет холод все-таки она замерзнет жалко выкидывать пока и таких морозов к сожалению нет и в этом же здании вот где планета фитнес я так понимаю торговый центр пойду посмотрю может одежду так шапку и покрасить я не нашел вот нашел шляпы сколько они интересно стоят 113 134 доллара ну да не шоу в удовольствии ну просто мне кажется идеально идет купил себе кепку такую 30 баксов стоит дошел до walmart а вот один товарищ говорил какие то тут есть электро сковородки яичницу жарить пока мне не попадается такие здесь зимние куртки вот просто долларов рыбок вообще мне такое не нравится мне кажется лучше уже добавить купить какой-нибудь красивый выбор спудный здесь 38 вот такой вот такой вот нашел куртку но такое нигде еще не видел чтобы так сделали магнит тяжело мерить но такое тоже связываешься долларов выглядит дешманска шапки здесь просто огонь вот здесь волмарте продается оружие так взялся замок за 5 долларов наконец-то взял шапку за 7 долларов перчатки за 3 доллара такой набор инструментов за 26 наткнулся еще на кофемашины на вообще в них ничего не понимаю 120 долларов будет кофе лучше чем на трак стопе или нет наверно сначала в ютубе посмотреть про них обзорчики перчатки оказались 16 долларов почему-то там был ценник 3 опять обманули пойду вон в роз напротив все прогуляюсь может там будет зимняя куртка вот такую нашел куртку за 40 долларов она тонкая но я думаю она должна держать температуру откручиваю сейчас болты вот с ирачным набором который купил они тут нереально оттуда конечно закручены причем очень трудно было бы открутил все болты до конца не буду снимать просто проверить но тут клеммы все затянуты максимально все было зря сейчас долгожданный понедельник уже 8 утра диспетчер все пока молчит выходные закончились наконец-то три дня это честно говоря перебор нахождения в траке когда-то еще не пьющие заняться вообще нечем купил сейчас я не замерзайку омывайку точнее и это залью сейчас 8 30 утра наконец-то нашли мне груз ехать на него час тридцать вот обожаю когда так надеюсь быстро загрузят до обеда чтобы по ночи потом не ехать на него же здесь показывают Я явно не здесь. Сейчас буду искать. У меня вот эта фирма. Где у них здесь доезд. Вот так. Там прямо. Ну что, почти. Мне Карщик сказал, что куда-то вот сюда нужно ехать. Надеюсь, он меня не обманул. Выглядит здесь, конечно, все так, как будто фуры здесь не ездить. Просто жизнь, на самом деле. Не знаю. Он меня, наверное, просто послал куда подальше. Потому что здесь явно не ездят фуры. Мне вот просто этот ящик мешает. Мне сказали в это здание, что мне нужно. Ни хрена не понимаю. Ну ладно, сейчас вот тут парканусь. Главное теперь вот здесь проехать вот эту коробку. Которую тут мастерски положили на дорогу. Пришлось отбросить эти болты в сторону. И краешком наехать на эту коробку. Ну, слава богу, как бы не пробил колесо. Там еще такие болты опасные. Колесо взорвется моментально. Самое главное, туда я и не туда вообще приехал. Встали в это здание. Вроде здесь все грузится. Максимально заставили всю территорию. Так что траком тяжело ездить. Обошел все здание. На всякий случай убедиться, что других тут нет. Вариантов заехать. Так что буду ждать свою очередь получается. Сейчас спросил Карсика, нужно мне парковаться как они или нет. Он сказал, it doesn't matter. Вот я запомнил новую фразу. Это означает, это не имеет значения. Открыл здесь, буду ждать. Так, начали меня грузить. Вообще груз мне такой нравится. Низкий. Кинул стрепы. Ну, груз как обычно, блин, эти коробки. Особо не затянешь, они мнутся. Но, я не думаю, что они супертяжелые. Пойдет. Я отправил шефу то, что сломалась у меня эта штука. Он мне сказал, попробуй к этой фигне прикрепить. Но она не будет так натягивать, конечно. Но еще прикол то, что у меня стрепа обрезана. По той мне не хватает теперь длины. Сейчас буду другую искать. Ну, в принципе, она, да, держит нормально так. Так и надо было изначально вообще сделать. С этой стороны в следующий раз тоже прикреплю, чтобы не оторвалась. Ну, пока я эти стрепы кидал, натягивал. Человек приехал. Загрузился, закрыл двери сзади и поехал. Самый кайф. Еду в Луизиано. Из этого. Из Колорадо в Луизиано. 850 миль платят за этот груз. 1600. Моих 480. Моих 580. Моих 580. Моих 580. Моих 580. Моих 580. Видит, блин, заправка мою карту. Мне так леньенький внутрь. Поэтому перепарковываюсь на следующую. И на этой, короче, не работает. Нажимаю девятку. Чтоб везти. А тут сразу три цифры. Это жесть. Короче, я сходил. И она нифига мне его не включила. Это просто издательство. Кучу времени теряю вот на эту заправку. Пошел еще раз. Уже другая девушка. Короче, даже не смог повозмущаться. Тоже задом сдает. Но его тоже ждет разочарование, что следующая колонка будет тоже не так сломана. Купил себе сейчас комбо-набор в этом KFC. Ну вот мы, походу, вообще друг друга неправильно поняли. Не знаю, там на картинке были или нарисованы крылья KFC, картошка free, салат. Но это вообще непонятно что. За 15 баксов. Выезжаю. Я прям тут засидел, если честно. Два часа пробыл. Купил себе AUX провод этого планшета. Чтобы громче было. Буду смотреть фильмы. Зеленую милю включился на английском. Так, сейчас 7.30 утра. Уезжаю дальше, осталось 140 миль еще ехать до выгрузки. Примерно в одиннадцать должен там быть. что-то к нам на меня ведет вообще навигатор влез блин это бесец я короче пропустил просто навигатор урод надо было вот здесь повернуть я не знаю по этой дороге сейчас куда я приеду начинается максимально стресняковая история ветки повсюду сейчас порвать еще конец только не хватало блин я конечно по моему максимально туплю сейчас но уже тут пути назад нету это жесть а не дорога я заехал короче в максимальную жопу максимально поздно я это понял по моему а тут посмотрю что-ли но тут уже жесть тут нельзя проехать только не столько разорвется пиздец отсюда уже просто и выехать задом очень тяжело так него теперь нужно отсюда выбираться это прикол конечно ну в принципе не так сложно здесь задом сдать повезло такой этот перекресток блин это короче заказ просто уже седой буду после него но здесь название вообще не не то которое мне нужно но адрес приводит сюда пойду спросу что за фигня так у женщина спросил в этом доме куда мне нужно ехать все правильно почему-то у них по бумагам одно название здесь вывеска другое но слава богу скоро это все закончится здесь конечно серьезные ребята я обычно в тапочках выгружаюсь тут уже одел кроссовки он мне все равно говорит одеваю башмаки второй раз буду одевать башмаки а вот здесь вот паркануться и открывать гнисток так нашел я запасную себе каску эту закинуть сюда одел свои супер ботинки там ребята втроем загружают его я уже смотала стрепы снял они пока что не реагирует куча погрузчиков американцы чё подчасовая работа она такая я где-то порезал резину причем конкретно так нашли мне новый груз останавливался сейчас на обочине вбивал адрес ехать на него четыре часа это жесть груз копеечный что-то мне вообще такое бешеное желание уволиться и прям еле-еле сдержался сейчас я получается нету 7 утра я вот позавтракал я должен ехать до 4 потому что до 5 если не успею загружусь получается и без обеда вот должен сейчас просто лететь и заработаю за этот груз 2100 моих будет 330 долларов но не смешно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне сейчас сказали туда ехать, в водонапорной башне Вернуться Хотя мне женщина сказала, вот здесь стоять Вот так проеду, я так понимаю Энн узнает, что теперь сделать Очередь с той стороны получается А мне здесь не развернуться Ну вот, я приехал в водонапорной башне Я не знаю, что дальше делать Как обычно тут все Надеюсь Кто-нибудь подойдет И мне скажет Приехала сейчас девушка Я уже почти уснул Сказала, пойдем я тебе быстрее Буду показывать, чем объяснять Показала мне назад, надо сдать Там просто эти желтые полоски Нужно не встать Оно так грузит И пистолетом пикает Я не видел такую еще загрузку Интересно, придется мне сзади открывать или нет Вообще не люблю свой трейлер Сзади Толкать его приходится невероятно Тяжело Назад все-таки кинули Кинул стрепы Не стал даже заморачиваться Эти треугольнички класть Я думаю, тут не сильно они порвутся Эти стрепы Блин, да просто Из-за того, что так мало платят И не хочется нифига делать Надо сейчас раздвинуть Расселять Потому что грузженые я по максимуму Так Блин, музыка включала Выезжаю, короче, ехать Семь часов Триста семьдесят миль платят Тысячу сто Моих триста тридцать долларов Акселя я, короче, так и не раздвинул Я не знаю И стучал по ним И катался туда-сюда Толку ноль Это офигенный мой трейлер Короче, такие дела Но вообще так ехать, по идее, нельзя Это У меня на выстречении За это могут штрафовать Ну, а что делать? Позвонил шефу Шеф сказал Воздух есть? Я говорю Ну, есть Он говорит Ну, я не знаю Тогда Решил вопрос Приехал на Растырье Встать даже негде Блин, мне нужно Все-таки Хочу окселя Попробовать Как-то раздвинуть Потому что я боюсь ехать На Мистейшн У меня будет перевес На лису На заднюю ось Если не раздвинуть Ну и вообще нельзя ездить Тогда у тебя вес больше Тридцать четырех тысяч Со сдвинутыми Я не знаю Тут не видно, к сожалению Но я это сделал Акселя раздвинулись Заехал, кстати, в этот уже В Техас Еду в Даллас В прошлый раз Когда я был в Даллас Мне не могли грустно Идти три дня Что-то решил я паркануться На платное место встал Осталось ехать еще три часа Но уже что-то вообще нет сил Думаю Ну и завтра рано встану Да поеду Заправился Выезжая дальше Ехать еще два с половиной часа Это без учетов пробок Уже сейчас 7 утра Я принятал А сейчас попаду В самую, наверное, пробок Вот и недостаток Когда Решил выспаться на треке Блин Надо было вчера, конечно, проехать Эти два с половиной часа Сейчас бы уже выгрузился А в итоге Еще ехать час Уже 8.30 Не факт, что мне потом что-то успеют найти Короче, они вот эту полосу вообще закрыли, получается И вот кто стоит там Они вот сейчас выгоняют задом, чтобы они разворачивались и уезжали Вот, потом уже выедет, разворачивается Ну это просто жесть Тем, кто там на фуре стрял, что делать Самый прикол, что мне нужно вправо Они тут все просто перекрыли И я еду влево Я уже час потерял в этих пробках Это просто жесть Просто жесть Продолжение следует... Подъезжаю к месту выгрузки Уже 10.43 Я надеялся быть там 9.43 Мне нужен билдинг A 2 чекина Забрали у меня бумажки И сказала, не знаю, типа снимай стрэпы, я так понял И жди Прямо здесь, наверное, так Наверное, это я этим и займусь Так, приехали со мной Начали выгрузать Ну что, выгрузили меня? У меня приколы, говорю, ну бумаги Он говорит, а, да, бумаги И повез последнюю мою Вот эту вот отвозить И все, и пропал куда-то Приехал в Волмар Пока заказов все равно нет Постоянный какой-то головняк с этим Волмартом Как паркнулся, вообще не пойму Парковочка В Волмарте Надеюсь, штраф мне не повесят Выкупился на 107 долларов На неделю, думаю, хватит Время уже час Заказа нету до сих пор И, говорят, смотрят еще Ну, надо ехать уже отсюда, я думаю В поисках места На всякий случай парковочного Слайдану колеса Потому что здесь выезжать будет тяжело, блин Не хочется тут кататься по квартирам А вот сейчас штырь сразу зашел нормально Приехал на тракт-столб Интересно, а будут ли тут места бесплатные? Смотрю, вот это для этих чисто Все платные Первый раз вот так заезжал В такую парковку Между двух траков Ну, в принципе, нормально получилось Быстро Ну, блин Вышел мужик, помогал мне Вот этот Поленился выровнять трак Вот, протяните Так нельзя делать Вот так вот трак-драйверы Себя ведут на тракт-столбах Где живем, там и сырем Что касаемо индусов Это прямо в буквальном смысле этого слова Просто тракт-столб Уже пять часов Я остался без груза Но мне диспетчер два часа скидывал груз Я уже ложился спать Он мне скинул на тысячу долларов груз И я сказал, что, ну Я не поеду никуда За тысячу долларов Это нам нужно было до четырех лететь Опять куда-то успевать И там еще поймать на завтра Я его спросил, ну типа Зачем брать такие дешевые грузы? Он говорит Другого ничего здесь нету Или это, типа, или ничего На что я его тоже спросил А зачем вообще я сюда приехал? Я в прошлый раз здесь три дня простоял И то же самое было Я сюда приехал с дешевым грузом Чтобы взять еще дешевый груз Я сказал, короче Будем стоять, ждать Иначе эта цепочка никогда не разомкнется В плохих грузах Надо стоять, ждать, хорошие Я так считаю Вот идешь вот так По тракстопу смотришь Вот нет ни одной конистоги Вот, вот один попал Почему грузы дешевле, чем на драйвине у меня Непонятно Сейчас уже четверг Четыре часа дня Я опять остался без груза Ничего не смогли мне сегодня найти Рассказывали, что они целый день в четвером Прямо отскреживали все грузы Все просматривали Ничего нет Вроде как на завтра нашли груз Ну, в итоге я, короче, думал, думал В комментариях писали Зачем ты работаешь, если тебе не нравятся диспетчера И у тебя нет взаимопонимания И ты не зарабатываешь, что только хотел Ну, и я решил прислушаться к этому совету И уволиться Позвонил сегодня шефу Сказал, что увольняюсь На что он мне сказал Все, хорошо, что тебе надо в Чикаго ехать Я говорю, ну, я вообще-то, типа, заранее хотел предупредить И, да, пойду Типа, в идеале на следующую неделю уволиться После этого он сказал, ну, окей Позвонила его жена Просила причины, что да как, из-за чего Что хочу Попыталась уговорить Вот шеф даже не попытался уговорить остаться Обидненько даже немного Потому что мне казалось, что я супер водитель Которого не захочет никто терять Ну, видимо, он уже привык к тому, что водителя сейчас толпают Короче Сказала, попросила две недели отработать Чтобы они успели найти нового водителя Ну, я сказал Скорее всего, окей, типа Я пока все равно еще не нашел себе работу Поэтому Такие дела Сейчас уже пятница, 8 утра Нашли мне, слава богу, груз Не за тысячу, конечно, но тоже не очень Уезжаю, наконец-то, отсюда ехать 45 миль в час Подъезжаю к выгрузке Блин, вообще огроменный завод Так, опять меня навигатор куда-то ведет В непонятное место Вот, типа, сюда А там уже куча Тут куча предприятий И вот у меня, мне кажется, опять Минут туда ведет Надеюсь, я в лес не заеду Что-то тут, короче, решила я здесь разворачиваться Вот здесь написано другое вообще название Не то, что мне нужно Но навигатор ведет упорность сюда Я эту спрошу Я думаю, в любом случае Тут можно будет развернуться А вот заехал на территорию У меня вот Нарского указатель Наконец-то я нашел Добрый ехать, видимо, на этом огромном заводе Но много предприятий Конечно, здесь жесть очередная Просто едешь, но не пойми куда Кататель вот один был и все Я вот чуть не заехал туда И вот хорошо, там, Фури стоит Пока вот сюда налево поворачиваю То, что здесь они лом только выгружают, загружают Прикол, конечно Потом очередной указатель Вот я приехал до конца Что тут нет, думаю Надо где-то парковаться Думаю, тут пешком идти Чего-то спрашивать Никого Дали мне вот такую фигню Сказали, чтобы я обязательно ее на каске надел На подбородок Чтобы она держалась лучше И побез нее не будет в Рыбе Сразу моментально за мной приехал ВИП-сопровождение Все стоят Все катаемся и катаемся Экскурсии, походу, проводят в заводах Сказали, съезд в деревяшек положить И выгнали сюда Ну все, я тут с этой штучкой Все как полагается Строят какие-то пирамиды мне там Потом один строит, другой разбирает Развлекается Так еще поставили Вот нужно и сверху стрепы кидать И здесь вот так вот протаскивать Куча стреп получше Стрепы натянул Блин, аж разделся Солнышко припекает Ну и стреп куча просто Получилось Четыре Пять Девять Четырнадцать Тринадцать Так что Ну а теперь раздвинуть эти акселя Надеюсь, блин Не застрянет в стыль, как в прошлый раз Ну вроде зашел в стыль нормально Вот этот раз Ну опять, короче, двадцать пять Вон туда зашел Вот он Наполовину он прошел и застрял Сейчас попробую постучать Но она уже вон ушла даже И все равно дальше вот тут застряла Я уже тут проехал На сто метров Не отходит сейчас Попробую еще стучать Уезжаю с этого завода К сожалению, до сих пор акселя не раздвинутый Попробую на асфальте еще где-нибудь Покататься зад-вперед Ехать 1261 милю Хватит за этот груз 2600 Моих 780 Ну а короче Задымились тормозать Загорелись Ну не загорелись Из-за того, что она застряла Я не мог не включить И получается тут где-то просечка Воздух уходит Короче, у меня вон горит АПС У меня улетает воздух Нужно доехать до тракстопа Вон вот в трех минутах Попробую что делать Воздух просто улетучивается На аварийках Он сейчас заблокируется Как и докуда ехать Интересно Короче Доехал до Лавса Колодки опять немного дымятся Сказали сюда заехать Да, попробую Заехал сюда, конечно Очень долго это делал Потому что чуть проедешь Воздух заканчивается Перекрыл здесь дорогу Тут еще мужик вышел мне помогать От которого больше вреда Наверное, было Стоял, молчал Непонятно, что происходит И сейчас даже не спросил цену Сколько это будет стоить Но равно не я плачу Об этом ничего спрашиваю Я пошел перекусил Интрига Что-нибудь сделали они Там валяются Уже прошло в 4 часа До сих пор чинят, ребята Наконец-то мне дали ключи Вроде бы сделали Вышло это все 420 долларов Делали они это 4,5 часа Это с учетом, что не было никого в очереди Столько времени ушло на это Так что серьезными поломками Сюда попадать Это все На неделе Теперь еще одна попытка Слайдануть задние колеса Мне вот кажется То, что это Они не слайдовались Из-за того, что Не срабатывали тормоза Задние Блин, она опять нормально не зашла Ну сейчас попробую Задь вперед Так, ну наконец-то Это произошло Уже вышли Ребята увидели Сервиса Что я тут мучаюсь Вышли, помогли Но на самом деле Непонятно Почему колеса Трутятся Когда они на тормозе Короче, прикол Я уже устал Со сегодняшнего дня Я вот отъехал От них буквально Немечные 4,5 часа Мои тормоза И в итоге Я смотрю У меня там просто Дым херачит Опять из-под колеса Короче Опять у меня Тормоза там Заклинившие Видимо И обратно ехать 10 минут 9 минут Босс написал То, что ко мне Сейчас вышлю Роуд сервис Лаус Которые чинили Ну вот как они чинили Мне интересно Сколько они будут На меня ехать Эти 9 миль Посмотрим Так, приехали быстро Он вроде отсоединил Мне эти тормоза И сказал ехать На лавс Блин, ну вот камера просто не переходит Ну там просто Дымища возле Моего этого Колесо уже взорвалось Там уже На шуменске от него Ну говорит, поехали Мы поехали Потихонечку А вот что Хозяин барин И начальник стал ехать И он Ну я бы так не поехал Там вот просто дым Она горит Не знаю Тут ничего Опять не видно Сейчас Бастись Что ж она Реком Вот так выглядит Мое колесо Теперь Панк У меня новая резина И не тут что сделали Даже Или нет Вроде да Поменяли Эту стойку Даже Так что Выезжаю Наконец-то Восемь вечера Очень долго Разводил акселя И сегодня Это пиздец просто Кстати Второй раз Это случилось Из-за того Что Они забыли Загрутить Два болта Поэтому Они вообще Бесплатно Это делали Сейчас уже Восемь утра Вчера Всего два часа Проехал И остановился На такой парковке Еще странно Короче Вот только встал И подъехал Пикап Вот там Возле меня Вот так Припарковался Думаю Ну что-то Максимальное Странное место Для Пикапа Без прицепа Обычный Пикап Потом Смотрю Мужик Достал Короче Этот Бинокль И стоял Смотрел Что там Что происходит В заправке Интересно Кто это был Сейчас Делаю Питя И завел Трак И опять Что-то Не было Воздуха Смотрю Нет ли у меня Утечки Очередной раз Воздуха Вроде Утечки нет Воздух Накончался В итоге Уезжая До ближайшей Заправки 20 минут Здесь можно За 30 баксов Купить Трак Распакую Так Распаковка На канале За 4 с половиной Доллара Что можно Купить На тракстоке И Медведь За 4 бакса Made in China Я сначала Подумал Что он Из дерева Поставлю Поставлю его Сюда Медведь Символ Калифорнии И России Так что Будет тут стоять Вместе с шишкой Не знаю Зачем Здесь Приехал Уже В Арканзас На Рестерию Теперь Перегородил Эту дорогу Как-то И так Встал Слава богу Тут ничего Не успели Повесить Сейчас уже 9 утра Что-то я стал прям спать По 9 часов По 10 Стою вот так На обочине Здесь парковался Надеялся пойти Искупаться Но что-то в такой Огромной парковке Нету душа Первый раз Такое вижу Поезжаю дальше Осталось ехать 7 часов Приехал на тракстоп Теперь главное Найти здесь место Для ночевки Ну я считаю Что это перфект Парковка Я там Впереди Немного Даже в лужу Заехал Там уже грязь Побоялся Что это застрянет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok